всем здравствуйте с вами на связи лень я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать рассказ который предложила лена я ценюк называется он на что я вдохновляю свое окружение смотреть мы будем по позициям так все как обычно три позиции голубой красненький зелененький камешек 1 2 3 позиция выбирайте пожалуйста расклад будет небольшой но по крайней мере я не планирую большой расклад потому что планирую записать еще один расклад который выйдет вместе с этим то есть один день у нас будет два расклада и они оба будет небольших поэтому много говорить не буду итак на надеюсь вы определились мы отодвигаем эти две позиции работать я говорила не говорила не помню будем на монолизе и эпическом таро у них один художник и так позиция номер один голубенький камешек на что вы вдохновляете свое окружение отшельник так интересно говорю на что вы вдохновляете здесь выходит вот такой вот отшельник да а леонардо да винчи который рисует свою монолизу на что вы вдохновляете вдохновляете скорее она знаете на некое такое единство всего совсем то есть отшельник в традиционном в традиционной колоде у нас говорит про уединение да про отдаление наоборот когда мы уходим немножко в себя для того чтобы переосмыслить определиться да то есть погружаемся вглубь себя а здесь мне хочется сказать что вы как будто бы вдохновляете людей на какую-то мудрость вот на единение собой да на глубину на некую такой наполненность на те ощущения когда мы получаем удовольствие от того что мы находим самих себя как-то да вот как будто бы на исследование своих состояния души на некую такую красоту на творение на что еще вы вдохновляете свое окружение король педакли но здесь есть такая вот просто интересная карта в этой колоде король педакли он нарисован значит там папа лежит и девушка смотрит на него под вуалью мне это напоминает знаете какое-то вот состояние отдыха что ли расслабление здесь нету какой-то вот спешки понимаете нету активности здесь больше на какое-то вот умиротворение что ли на успокоение да то есть на расслабление это говорит о том что люди находясь в вашем окружении да они как-то может быть понижает тон своего голоса да то есть ну очень громко с вами не разговаривают наоборот предпочитает некую такую тишину знаете когда мы говорим вот это вот выражение до одиночество вдвоем но здесь она идет в позитивном ключе когда знаете вот внутри вас есть огромный мир их вам приходит человек с таким же глубоким миром внутри и вот вы сидите где-то вечером может быть на берегу реки море и под небесным таким звездным небосклоном да и вот это вот красота которая вас завораживает и вот вы каждый думаете о чем-то своем но при этом улавливаете вот этот вот момент какой-то вот красоты да когда вы наслаждаетесь каждый по-своему внутренней своей какой-то тишиной то есть здесь вот вы как будто бы знаете не то чтобы показываете людям здесь нет каких-то действий которые вы совершаете а я бы сказала что вы являетесь примером для другого человека вот он как будто бы видят вас ну либо люди они видят вас вот это узнаете некую такую мудрость на такое спокойствие до размеренность когда человек доходит до внутреннего состояния баланса когда он понимает как устроено мироздание что не нужно никуда спешить да что спешка это лишнее что вот ненужные какие-то действия да они энергозатратные лучше направить правильное русло то есть вы как будто бы знаете своим примером показываете людям как правильно выстроить фундамент на котором в дальнейшем можно что-то взращивать вот мне здесь показывает людей такие то знаете вот душевно зрелые личности да либо ваша душа уже много раз воплощалась а либо мне показывает людей достаточно зрелых которые мудрецов но опять-таки не потому что вы начитались каких-то книг да здесь многие даже могут быть вообще необразованными ну то есть не люди которые не закончили школы но у вас самая большая школа за плечами эта школа вашей жизни то есть вот здесь вот умение как бы так сказать словить какой-то вот момент и насладиться умение быть в тишине то есть знаете вот в этой тишине находить красоту потому что ты видишь вот единство всего совсем то есть знаете вот когда я попробую еще раз описать это состояние я не знаю насколько нам будет понятно либо она вам знакома когда глубокая ночь это лето до тепло и вот и выходишь и такой воздух свежий наполненный цветами может быть таким приятным сладким ароматом и вот тишина я понимаю что в городе до добиться тишины нереально но все равно попробуйте представить я не знаю деревню пионерский лагерь то когда вы ездили в горы и вот это вот тишина с одной стороны она пугает а с другой стороны это вот знаете вот какое-то благоговение перед вот этими силами да которые нас окружают силой в контексте я не знаю может быть стихий вот этой вот мощи да ты как будто бы преклоняешься перед ними но одновременно здесь не про страх а здесь про восхищение вот этой вот всей красотой и чтобы это увидеть чтобы это заметить вы должны быть наполнены этим и это мы получаем находясь именно в одиночестве в уединении вот когда мы находимся сами с собой вот тогда мы сможем познать красоту этого мира и если пафосно сказать да познаем творца так вот вот здесь именно такие слова у меня всплывают и такие картинки на когда вы своим собственным примером может быть были какие-то моменты да может быть знаете бывает такой момент когда человеку очень тяжело очень сложно в жизни и вы понимаете сейчас вот никакие советы вообще не нужны то есть человеку нужно просто поддержка либо оставить его в покое и вот здесь такое ощущение что вы приходите к этому человеку просто садитесь рядом не знаю может быть за руку возьмете может быть кто-то по головке погладит может просто обнимет но в тишине и без каких-либо слов и это настолько дорого и ценно тому человеку которому вы транслируете он как будто бы знаете вы показываете что я не то чтобы сопереживаю а я понимаю твое состояние да я понимаю что тебе сейчас не нужны слова это лишнее есть моя поддержка она есть просто в присутствии вот я есть и другой человек понимает что в любой момент ко мне можно обратиться то здесь вот какая-то уверенность что ли другого человека во что в любой момент можно к вам обратиться и вы поможете вы поддержите и еще расскажу здесь даже не ресурсами не деньгами не слова а просто своим собственным присутствием до чтобы человек понял что он не одинок до что есть кто-то кто его понимает вот именно ваше умение показывает другим людям что вы их понимаете бессловесно да сказала что вы их понимаете бессловесно и здесь выпадает вот такая карта тройка жезлов я эту колоду говорю уже неоднократно я использую как оракуль на когда здесь человеку помогает женщине да мужчина предположим да почему предположим потому что ну да скорее всего это мужчина то что волосы немножко развивается но в любом случае да когда мужчина помогает женщине собраться наверх там лестница в небо нам то есть здесь вы как будто бы не то что вы вдохновляете других людей а вы просто помогаете 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 как-то вот я не знаю даже может быть своим примером ну и выпадает вот королева кубков подтверждаем то о чем я говорила ранее о том что вот вы умеете сопереживать здесь не про сочувствие да здесь не про то что вы как-то вот жалеете других людей нет здесь про то что вы умеете чувствовать состояние других людей вы умеете быть а скорее всего ваше поведение оно всегда как будто бы уместны да то есть вы знаете с каждым человеком как себя повести безусловно можно сказать что вы вдохновляете как-то людей на раскрытие до своих чувства его потенциала если мы говорим о чувствах то есть знаете вот именно на глубину да то есть вы как будто бы показываете людям насколько они важны да сами по себе насколько они уникальны и насколько они значимы а то есть вот именно вот эту вот уверенность да вы вселяете людям вы хороший психолог но а здесь это не только психологи здесь у вас понимаете здесь не только сухие знания а здесь я бы сказала больше идет какой-то вот жизненный оба знаете люди которые например прошли войну да то есть независимо от того сколько им лет но повидавшие смерть больше начинает ценить жизнь так и либо какие-то ценности да например как семью но это приходит с возрастом вот в данном случае здесь я не могу сказать что это связано у вас с возрастом а это связано как-то с вашим мировосприятием как-то возможно вы над собой работали что-то делали на что еще а вы вдохновляете свое окружение на построение знаете вот вы как будто бы показываете очень интересный момент вы по своей натуре не командный игрок да вы даже в какой-то степени может быть лидер но сейчас вам вообще это не интересно да то есть не лидерство не вести людей никуда вот как-то вот больше для себя может быть этап такой вот но вы как-то вдохновляете людей на единение да на то чтобы вот они образовывали между собой какую-то команду да чтоб они как-то вот взаимодействовали сообща здесь как будто бы вот три стихии и люди три не хватает четвертой не хватает земли до заземленности ну вот я вижу здесь как будто бы три стихии и люди поднимают ввысь некий шар и ты понимаешь чтобы его удержать в небе ну на каком-то расстоянии да от земли надо работать сообща то есть у каждого есть своя роль у каждого есть своя функция и вот здесь вот вы свою мудрость может пока можете показывать я не думаю что вот вы здесь выступаете в роли учителя если честно но если и выступаете то только собственно примером здесь не про то что вы как-то вот преподаете да что-то рассказываете передаете какие-то знания у меня такое ощущение что вам это не совсем интересно вам интереснее больше познавать для себя и если так между делом как-то поговорить да то тогда вы можете что-то рассказать поделиться а так чтобы специально нет так вот вот вы показываете именно насколько в жизни все уместно да то есть не только вот две силы противоборствующие да там плюс и минус а вот у каждого как говорится и у таракана есть свое место у каждой букашки есть свое место вот вы как будто бы показываете людям что все что есть все что существует оно уместно оно имеет какую-то функцию если оно создано этим творением то оно для чего-то создано точно так же как и люди то есть если этот человек есть то в жизни да если у него есть какие-то способности то они для чего-то нужны и вот вы с одной стороны показываете можете раскрывать способности другого человека ну то есть не открывать ему а как-то не то чтобы указывать а показывать да то есть обрати на это внимание как-то так как указать чтобы человек продолжал оттачивать свое мастерство чтобы не стремился к чему-то другому а то что он имеет уже оттачил и вот у нас выходит отшельник на на повторе вы опять таки показываете знаете людям скорее всего духовный путь вот вы вдохновляете больше на духовный путь на на то богатство и на то что все ответы есть внутри нас но еще раз скажу вы это делаете не не как учитель не как наставник а исключительно через свой собственный опыт потому что отшельнику тяжело взаимодействовать с людьми он быстро устает вот но при этом он может проводить кучу времени за чтением книг за какой-то очень интересной информации за какой-то очень интересной литературой ну то есть самому с собой ему не скучно у него всегда есть чем заняться что почитать а вот с людьми ему немножко трудовато бывает и вот здесь вот как будто бы вы просто показываете да что то и уходите в сторонку в данном случае вы показываете что дух управляет материи да что каждая материя она одухотворенная и если ты хочешь добиться каких-то результатов да то ты можешь повлиять на материю с помощью к своих знаний да с помощью своего опыта давайте еще одну карту вытащу посмотрим на что вдохновляете свое окружение да я сказал с помощью своего опыта и выпадает император то есть вы как будто бы вот в этой колоде да император здесь так очень интересно нарисован он голова у него в виде льва у него тюрбан на голове и вот он на скорее всего это либо паук либо скорпион точно не пойму что это за животное и он передвигается так вот здесь император у него в сердце есть искра и он напоминает в этой колоде говорит о том что мы не должны забывать именно вот этой божественной искрой которые мы получили то есть знаете вот вера вера в себя вот вы еще раз скажу да как будто бы вселяете людей веру для того чтобы они двигались дальше по жизни то есть не не сухие знания да даже если мы говорим о духовности а вот какие то более человеческие что ли то есть это не возвышенные вы не улетаете в небо и в то же время вы не приземлены слишком так да то есть нет вот это вот сухости бытовухи а вот нечто что то такое знаете вот живое что-то такое движущие вот эту вот искру да вы которые есть внутри вас да божественная вот вы ее очень хорошо транслируете людям и тем самым помогаете двигаться дальше такая вот у нас с вами была первая позиция а мы с вами переходим позиция номер два и красненькому камешку на что вы вдохновляете свое окружение знаете может показаться как-то не очень правильным но семерку мечей вот в данном в данной колоде если использовать как оракульной да я не я не могу как знаете транслировать ну интерпретировать опять скажу да что негативное что-то говорю но знаете как на воровство вот вы как будто бы вдохновляете людей на то чтобы вот как-то они с вами не очень хорошо поступали здесь изображена крыса я думала сначала мышь но у мыши намного короче хвостик а здесь изображена крыса да которая ну старается найти себе еду код wo Aurri Vic� street это семерка мечей так нарисовано здесь вот здесь как будто вы знаете вдохновляете людей на то чтобы они у вас что-то обирали на то чтобы в вас как-то вот обворовывали на то чтобы знать вот с вами как будто бы ну вот на вас охотиться такое ощущение что вот люди на вас охотятся почему именно такое состояние не знаю может вы сейчас этап Bath такой почему вдохновляется на нечто такое людей Знаете почему? Потому что у вас есть свое собственное мнение. То есть люди охотятся и хотят забрать у вас то, что вы нашли, то, что вам принадлежат. Все время как-то вас облапошить, обхитрить хотят. Почему? Потому что вы в их глазах не такой, как все. То есть четверки кубков здесь так нарисованы, интересно, сидит человек где-то в таверне, трое вокруг него пьют, они с красными носами, с красными физиономиями, а один как будто бы в негодовании. Почему? Потому что ему предлагают, а он не хочет пить. То есть он не понимает, зачем ему это делать. Здесь все вокруг него, может быть, собутыльники, в кавычках, друзья-товарищи. То есть он не понимает, почему он должен быть похожим на других людей. Но при этом он находится в этой таверне. То есть такое ощущение, что вы себе как будто бы осознанно выбираете тех людей. Вот здесь вот эта крыса, а на нее... Ну то есть там, где она ест, ясное дело, что на улице появится какая-то уличная кошка и будет за ней гоняться. У меня чувство, что вы выбираете себе либо окружение такое, и на его фоне вы выделяетесь. Вы как будто бы не соответствуете этому окружению. И мне хочется спросить, а почему вы выбираете такое окружение? Вот вы как будто бы неуместны, да, не к селоннюю городу. Тройка педакли. Вот здесь вот в этой карте тройка педакли, да, нарисовано то ли человек хочет войти в город, то ли человек хочет выйти из города. Старик с ослом, а в дверях стоит стражник, да, либо какой-то вот здесь вот человек, да, и не дает, не дает пройти. Вот как будто бы вам не дают прохода. Еще раз спрошу, почему вам не дают прохода? А, потому что вам здесь показывают. Знаете, так интересно, вопрос был, звучал, да, на что вы вдохновляете людей. Так вот, вы вдохновляете людей на то, чтобы они вас обучали, да. То есть здесь как будто бы через людей вы оттачиваете свое мастерство. Вы приходите к тому, к чему вы должны прийти. То есть у меня такое ощущение, что не вы помогаете людям, а как будто бы люди вам помогают. Да, и здесь выпала пятерка педаклей, сокрушаетесь, как-то вот переживаете. То есть с одной стороны, смотрите, с одной стороны вы притягиваете таких людей, да, чтобы вот они с вами поступали так, как они с вами поступают. Вы начинаете переживать, волноваться по этому поводу. И через это вы начинаете совершать какие-то действия. Вот те действия, которые вы совершаете, да, восьмерка мечей, через какие-то страхи, критику, неприятные отношения других людей по отношению к вам, вы приходите к силе, да, вы как будто бы раскрываете себя. У меня такое ощущение, что вот если бы вам не причиняли боль, если бы вам не создавали какие-то трудности, сложности, да, в жизни, вот вы бы никак не развивались. То есть здесь, скорее всего, не то, что вы вдохновляете окружение, здесь даже совсем не про вдохновение, а, скорее всего, про то, как люди вас доводят, так скажем, до совершенства, до своего мастерства. Хорошо, всё-таки вопрос же был, на что вы вдохновляете окружение, на что вы вдохновляете? Вот вы вдохновляете на тройку, на императрицу, да, на третий аркан, на императрицу, на материнство, на умение брать и возращивать какие-то блага. И вот здесь вот эта вот крыса, она не случайна, она приходит туда, где есть какие-то блага, там, где есть еда. И вот вы, скорее всего, вдохновляете людей на то, чтобы они стали, хочется сказать слово, зажиточными, да, чтобы они пришли вот именно к этому изобилию, да. Здесь вот как про какое-то преумножение идёт, про красоту, про перемены. Вот вы вдохновляете людей именно на то, чтобы вот у них хорошо было как-то вот в финансовом плане мне идёт. Ещё на что вы, ну, вы вдохновляете людей также на то, чтобы завершались конфликты, да, то есть к некому такому перемирию. И вот смотрите, да, то, что изначально я вам говорила, да, может показаться как-то негативно, но в этом есть определённая логика, в чём она заключается. То есть вы вдохновляете по десятке мечей здесь людей на то, что день завершён, да, и все конфликты, то есть позитив заключается в чём? Все конфликты, которые были, да, они должны подойти к концу. И люди здесь понимают то, что все эти разногласия, они ни к чему не приводят, да, что нужно помириться и отпустить всё прошлое, да, и вступать в новый день уже в единстве. Так вот, то, чтобы вы вдохновляли этих людей на перемирие, да, вы должны сначала с ними, ну, как-то на своём собственном примере, да, показать, как-то конфликт должен произойти сначала. И вот вы как-то вот через себя, понимаете, вызываете вот эти вот моменты неприязнь, что ли, и в конечном итоге, когда случается конфликт, вы делаете первый шаг к перемирию, да, и тем самым вы показываете, то есть люди как будто к вам идут с негативом, да, а вы показываете вот своё некое, в кавычках, великодушие. Почему в кавычках? Ну, потому что здесь было бы не совсем про духовность, а вот именно вот это вот великодушие, там есть некая какая-то доля эгоизма. А здесь не про эгоизм, здесь про то, что вот вы делаете первый шаг к примирению, и тем самым показываете другому человеку, насколько важно иногда оставлять свои вот эти вот убеждения позади, да, то есть если есть какая-то общая цель, то есть вот это вот выражение, ты хочешь быть счастливым, да, либо ты хочешь быть правым. Так вот здесь вот вы своим примером показываете людям, что если вы хотите быть счастливым, ну, иногда нужно уступить. Вот у вас есть, вам это свойственно, и тем самым, да, вы оттачиваете своё мастерство. То есть каждый раз, когда вы перешагиваете, делаете первый шаг, у вас же тоже есть свой эгоизм, да, и это нормально, это естественно. Вот вы работаете со своим эгоизмом, только у вас работа, она идёт немножечко болезненная. Да, пятёрка жезлов в этой колоде говорит о том, что, знаете, вот люди очень-очень сильно присутствуют в влиянии вот социума других людей в вашей жизни. То есть если в первой позиции там люди-отшельники, а здесь вот очень много какой-то вот присутствия людей, очень много людей в вашей жизни. Вот пятёрка жезлов в этой колоде у нас говорит о том, что самое дорогое, самое ценное держи при себе. Почему? Потому что всегда есть люди, которые хотят тебе показать, исходя из благих намерений, да, всегда, как тебе нужно жить, что тебе нужно делать. Вот здесь вот как будто бы сразу рекомендация идёт по этому аркану. Держи про себе, поменьше говори, поменьше рассказывай о своих планах, да, потому что такое ощущение, что людям не интересно жить своей жизнью, и они живут вашей жизнью, они вам указывают, они вам советуют, что вам нужно сделать, как вам нужно сделать. Но опять-таки, смотрите, как интересно, как я говорила, изначально вам может показаться, что это ну как-то вот несправедливо, да, почему вот для меня все докапываются, почему бы на меня учат. А с другой стороны, вот в вашем случае, да, это всё приводит к аркану силы, это всё придаёт вам некую такую силу, да, это раскрывает вас. То есть если бы не было этого, да, вы бы не совершали каких-то действий, вы бы не менялись и не узнавали бы себя. То есть вот здесь вот у вас вот это вот вдохновение, да, которое идёт, оно бы, я бы сказала, даже больше это идёт в вашу сторону. Да, вы как-то вот что-то делаете для других людей. Вот, в данном случае, например, у вас есть какая-то идея, да, у вас есть какой-то план, вот, и люди хотят приложить к этому свою руку, да, и говорят вот вам, начинают советовать, как вам быть, что вам делать. Да вообще, как стать правильным, условно говоря, человеком, и это может быть совсем неприятным, но именно через эти уроки, да, вы становитесь другим человеком. Колесо фортуны. Именно на перемены, то есть вам здесь, знаете, показывают, колесо фортуны в этом аркане говорит о том, что, во-первых, нужно время, во-вторых, если у тебя есть цель, ты никогда не уйдёшь своего направленного пути, то есть тебя не будет мотать по жизни. Чётко определись, куда ты хочешь прийти, то есть как в Алисе странные чудес, да, если ты знаешь, куда ты хочешь прийти, то ты придёшь туда, куда тебе нужно, а если ты не знаешь, то ты идёшь туда, куда ты не знаешь. То есть неизвестно куда и неизвестно зачем. И вот здесь обоюдное какое-то вдохновение, да. Вы на людей, и люди как-то на вас. Они вас укрепляют, они вас закаляют, но вы со своей стороны помогаете им стать, знаете, вот увидеть красоту. Вот императрица, она всегда показывает про гармонию и про красоту. Это есть у вас, вы этим наделены, и вот ваша задача показывать это миру. И поэтому десятка мечей, вот здесь вы смотрите, какая десятка мечей, не такая, как обычно, да, то есть есть вот четыре животных, да, четыре стихи. Вот здесь вот. И сверху там мужчина и женщина, да, то есть они уже пришли к примирению. День закончился, отбрасываем все свои, причём мужчина здесь одет как будто бы, как шут некий такой, да, то есть с лёгкостью относимся, отбрасываем все свои убеждения, да, и день закончился, и в новое мы пойдём с самого начала, но для этого мы должны помириться, как внутри себя, так и с другими людьми, потому что выпадает прямо вот рядом с восьмёркой мечей, да, а здесь вот мечи падают на голову, здесь вот конфликты, здесь всевозможные ссоры, да, я не могу найти решение, я не знаю, что мне сделать, я очень, ну, переживаю, волнуюсь с пятёркой педаклей рядом, да, и нахожусь какой-то такой в отчаянии, в неком таком отчаянии. И это всё должно измениться. Здесь вот ключевой аркан, который мне здесь показывают, это вот именно сила, именно мастерство, постоянно, постоянное оттачивание. Но вы несёте красоту, а получаете себя, получаете свой характер. Вот такая вот у меня была вторая позиция. В очередной раз убеждаюсь, что хочешь задать один вопрос, у тебя есть ожидание того, что тебе дадут ответ именно конкретно на этот вопрос. Но Таро даёт те ответы, которые посчитает нужным. Итак, позиция номер три и зелёненький камешек. На что вас вдохновляет ваше окружение? Либо на что вы вдохновляете своё окружение? Почему сказала и так, и по-другому? Потому что во вторая позиция, я бы сказала, что больше окружение влияет. Вы на что вдохновляете своё окружение? Ну, идёт вам постоянно, хотела сказать о смерти, но здесь не смерть, здесь аркан повешенный. Вот вы вдохновляете своё окружение на связь с высшими силами, на то, что, знаете, вы очень чётко транслируете о том, что будет, как будто бы причины-следственные связи, да. Либо ты управляешь миром, либо мир управляет тобой, да. И вот вы это чётко показываете людям, на какой стороне они могут быть, да, что они могут получить. Вы показываете людям то, чем они наполнены, именно, знаете, какой-то внутренний глубокий мир, то, что скрыто от внешних каких-то факторов, да, от людей. У меня есть такое ощущение, да, что вот кто-то работает. Опять-таки, это точно не для всех, что, возможно, кто-то из вас работает с высшими силами, и вот в силу вашей профессии вы как будто бы показываете людям их какие-то, возможно, магические способности, да. Либо вы транслируете предназначение людей. Ну, вот здесь вот как будто бы вы являетесь каким-то каналом. Ну, например, если, там, работаете с астралом, да, либо если вы регрессолог, то вот вы как будто бы входите в свой канал, и через вашу работу с вашим каналом вы показываете людям, передаете им информацию, но эта информация, она сокрыта очень глубоко, и, ну, то есть сам человек это не способен увидеть. То есть вы показываете глубину людям через работу с каким-то вашим каналом. Мне здесь больше профессиональную сферу показывает. Хорошо, на что вы вдохновляете свое окружение? Здесь, знаете, мне показывают, что люди бегут от вас, бегут от вашей силы, бегут от вашего света. Ну, вы вызываете перемены. То, что изначально, я хотела сказать, как аркан смерти, да, но выпадая здесь повешенной, вы вызываете перемены, вы транслируете те изменения, да, к которым, ну, люди либо должны прийти, либо при общении с вами, вот вы высвечиваете что-то, да, и после общения с вами человек уже не может быть таким, каким он был раньше. Он меняется. Поэтому вы вдохновляете людей на красоту, на перемены. Да, здесь выпадает маг. Вы можете влиять на людей. Здесь, скорее, даже не про вдохновение, не то, что вот вы что-то делаете, а здесь, скорее всего, про то, насколько велико, велико ваше влияние на других людей. Вот прямо здесь манипуляции тоже может быть. Осознанно и неосознанно здесь не имеет значения. То есть здесь, знаете, например, вот если вы мастер, и у вас есть клиент, приходит, и вы понимаете, что для того, чтобы вывести человека, для того, чтобы, ну, на диалог, на откровенность, да, для того, чтобы вывернуть его наизнанку, да, показать ему эту изнанку, да, вы должны применять какие-то практики, может быть, даже и манипулятивные, ну, то есть НЛП, либо еще что-то. Ну, вот, магическое, может быть, какое-то тоже влияние. Вы управляете людьми. Я не могу сказать, что здесь вот прям идет прям вдохновение на что-то. Вы сеете очень четко, сеете семена. Вот здесь мне показывает даже, что ваше окружение, если, ну, а больше акцент идет на профессиональную сферу, я так вижу. А здесь не не про родственников. Ну, в любом случае, если даже мы предположим, что здесь могут быть и близкие люди, да, и родные, и любимые, в любом случае, вы сеете какие-то семена в жизни людей. И они это, понимаете, они головой это могут и не понимать, да, но где-то на уровне энергетики интуитивно они это чувствуют и убегают от вас. То есть из вашей жизни могут пропадать люди, если вы, допустим, вот вы вложились в кого-то, что-то сделали, а потом человек неожиданно исчез. Имейте в виду, что это связано с тем, что перемены в жизни этого человека так или иначе произойдут. Но вы явились именно тем человеком, который посеяли эти перемены. Человек пугается, да, тех изменений, он пугается вашей силой, он пугается того, что вы будете ему управлять. То, что у вас есть вот какая-то власть, это чувствуется, и они уходят, они сбегают. Только те люди, которые не готовы к переменам. Но, знаете, здесь вот как будто бы ваше окружение за вами наблюдает. Периодически, да, убегать, они могут убегать куда-нибудь, знаете, такое скрытое место, где их никто не видит, но все равно за вами как-то вот подглядывают. Что же они хотят увидеть, да? Почему они подглядывают? А потому что в их жизни ничего не происходит, потому что в их собственной жизни они спят, и ваша жизнь им интересна. Ваша жизнь им интересна. На что еще вы вдохновляете? Ну вот, я сказала, теперь выпал смерть, только аркан смерти только в другой колоде. Ну что, на переменные, на трансформации, на понимание того, что если прошлое ушло, все уже ушло. Вы знаете, здесь еще, как может быть, вы очень резко отсекаете людей, да? То есть иногда вы можете даже не объяснять, вы почувствовали, что все с этим человеком не нужно общаться, все и отсекли. Безусловно, у вас может быть даже интуитивно есть такое ощущение, как вам нужно вести себя с людьми. Но вот у меня такое чувство, что здесь вы бываете даже жесткими не потому, что вы так хотите, а потому, что так нужно. То есть, вы знаете, вот иногда с какими-то людьми нужно именно жестко обращаться, потому что иначе перемены в жизни не наступят. То есть, надо кого-то чего-то лишить, надо что-то сделать. Я не говорю о плохом, а я говорю о том, что иногда на перемене с отношений можете уходить вы первым, либо первый. Для чего? Для того, чтобы человек что-то пересмотрел, сделал какую-то свою переоценку ценности, что-то понял. Вот ваши методы обучения, они такие, знаете, мечевые. Они вот, как сказал, как отреза, либо иногда вы можете словесно причинять боль, но здесь умысленно, для того, чтобы в человеке что-то изменилось, что еще вы вдохновляете свое окружение. Ну вот, знаете, вот у меня такое четверки, да, крайние выпадают, говорят о том, что вы выводите человека из состояния бездействия, да, то есть вы вдохновляете на какие-то действия, но это не то, что вот, знаете, замотивировало и человек начал делать, нет, а вы это как-то делаете очень резко. Ну, например, если у вас есть ребенок, и вы ему говорите, там, я не знаю, убери у себя в комнате, он, нет, нет, я не хочу, вы наказываете, забирая какой-нибудь гаджет, да, и вот человек понимает, что, блин, лучше я буду убираться, почему, потому что меня будут лишать каких-то гаджетов, а мне это невыгодно, да, то есть вот как-то так, для того, чтобы человек начал делать, действовать, потому что нету развития, да, нету развития у людей, это может быть даже и профессиональная сфера, то, на что вы еще мотивируете, вы прорабатываете их убеждения, да, прорабатываете эгоизм, вот вы, может, я сказала, да, по аркану смерти, что мне здесь вот прям скорпиона напоминает, вы можете сказать таким образом, что раните человека, прям попадаете в его уязвимое место, для того, чтобы человек, знаете, вот как-то укрепить его силу внутри, чтобы он стал, хочется сказать, каким-то вот неуязвимым, да, чтобы его ничего не ранило, то есть вы как будто бы в болевые точки нажимаете, чтобы человек изменился, да, чтобы он проработал вот эту вот свою боль, чтобы его больше не цепляло, и вы очень много себе врагов наживаете, на самом деле, почему, потому что люди не понимают вас, да, они не понимают того, что вы делаете, они просто ощущают эту боль, и они не могут найти объяснение, иногда и вы сами не можете найти, если это ваши межличные отношения, они профессиональные, почему, потому что вы чисто где-то на интуиции работаете, на что еще вы вдохновляете людей, ну, на любовь, на любовь, на чувствование, на проработку прошлых уроков, да, неважно, там, позитивных, негативных, вы вдохновляете людей на умение ставить вовремя точку, вот, а, кстати, в своей жизни вы не умеете это делать, вот, но в жизни других людей вы это делаете очень хорошо, вы им показываете вот эти вот прошлые моменты, да, то, что отжило, нужно идти дальше, да, нужно отставлять, то есть умение убирать, отсекать от себя ненужные, старые, ожившие эмоции, других, еще раз скажу, вы вдохновляете, себя нет, на обнуление, вот я и говорю, да, прям, на обнуление, вы показываете четко людям важность все начинать с чистого листа, да, здесь вот прям вкупе с арканом смерти, в момент перерождения, да, начало чего-то нового, здесь, если бы вы были мастером, я бы сказала, что вы как-то, вот знаете, занимаетесь чистками, причем чистки не то, чтобы отливки на свечи, на свечах это слишком малой по силе, по мощи, по объему работа, у вас потенциал вот работать с какими-то энергиями, с какими-то каналами, силами, вот прям можете очищать людей, да, вот прям высвечивать, не знаю, элементарно банщик, если это не магический практик, то это вот прям банщик, который пошел так вот побил веником другого человека, и он как этот Иванушка дырочек омолодился, переродился, да, здесь такое может быть, желание начать все с чистого листа, вот вы это вдохновляете, делаете, сложная здесь позиция, почему, потому что вот мне идет здесь больше идут мастера, либо если опять-таки это личная жизнь, не мастера, у вас характер такой, достаточно тяжелый, потому что вас отягощают знания каких-то вещей, да, то есть вы понимаете, если бы вы то, к чему у вас есть предрасположенность, да, так скажем, задача, другой человек бы не смог это делать, то есть, допустим, палачом не может быть кто угодно, да, но у палача тоже есть семья, у палача тоже есть чувства, тоже есть своя собственная жизнь, и увидев в своей жизни, да, в своей работе столько много смертей, да, лишать другого человека жизни, это тоже нужно обладать каким-то сильным таким качеством, ну и эта профессия, она тоже нужна, причем люди, которые в прошлых жизнях, например, работали палачами, да, в этой жизни могут работать на скотобойнии, да, когда убивают животных, на самом деле мне удалось увидеть одного такого человека, да, у которого была вот эта вот профессия, я такого добродушного, такого открытого, щедрого человека в жизни еще не замечала, но у него профессия была такая, убивать животных для того, чтобы, ну, мясник, но все равно умеет зарезать животные, мы не говорим о барашках, да, более таких, ну, крупный рогатый скот, да, ну, их не зарезали, а убивали с пистолетом, но в любом случае делать это каждый день, и, ну, это очень жестко, да, но при этом какая душа у этого человека, вот у вас здесь примерно то же самое, да, у вас есть силы, вы наделены этими качествами, то есть если не вы, то кто другой, вот так хочется сказать, но при этом сила у вас предостаточно, ну, давайте еще одну карту вытащим, на что, чтобы не было так на грустной ноте, на что еще вы вдохновляете людей, ну, вы показываете людям, как они могут быть, становиться целостными людьми, да, по девятке педаклей, как они могут получать от жизни все то, что они хотят, показываете опыт людям, путь, который они проходят, здесь как будто бы ощущение того, что вы доводите людей до какого-то, вы знаете, вот если бы среди вас были шаманы, я бы сказала, что вот вы работаете с помощью своих каких-то практик, да, по возвращению частиц души, да, то есть вы работаете над целостностью какой-то, да, чтобы человек был в своей завершающей форме, да, если, допустим, хирург, то пластический хирург, да, который вот доводит до какого-то идеала, да, когда, ну, все уже готово, если бы это был, например, скульптор, я бы сказала, что вот прям вот готовую, да, вот он вот все сделал, либо реставратор, который отреставрировал и картину уже в готовом виде, да, то есть вот ваша задача, как будто бы, знаете, вот подводить людей и выпускать готовыми, да, то есть отчистил, как этот, в сказке, да, ты сначала накорми, напои, спать уложи, а потом мы беседы будем вести, так вот вы этот человек, который вот это вот все сделает, да, а потом уже беседы вести, выпускаете в мир, чтобы беседы велись без вас, вот здесь вот такая позиция, третья, жду ваших комментариев, всем благодарна за лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещение, оповещение, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.